Я очень прошу каждого, кто прямо сейчас смотрит этот видеоролик, досмотреть его внимательно и до самого конца, а также после просмотра отправить его своим друзьям и знакомым. Также я хотел бы обратиться к каждому ютуберу и тиктокеру с просьбой помочь мне в распространении данного материала. Информация, которую я поделюсь сейчас с вами, требует максимальной огласки. А то, о чем я попрошу вас в этом ролике сделать, пожалуйста, не поленитесь и потратите 5 минут своего времени и сделайте это. Огромнейшее спасибо каждому из вас. Я уверен, вы не раз натыкались на десятки видеороликов в тиктоке, где обычные игроки и ютуберы по фрифайр за 50, 100, 200, 500 рублей донатят в игру десятки тысяч алмазов, называя этот волшебный способ картами для донатов. В своих роликах эти люди предлагают подписчикам подписаться на чат вконтакте, где любой желающий сможет за копейки, как и они, задонатить в любимую игрушку, купив карточку. Пиарил эту мошенническую схему чуть ли не каждый второй ютубер и тиктокер, а волшебные карточки для доната продавались тысячами штук ежедневно. Делалось все это через чат вконтакте и телеграм-каналы. На вашем экране страница человека, который ответственен за ворство и продажу нескольких десятков тысяч банковских карт, с которых ежедневно во фрифайр донатят сотни тысяч алмазов. Сумарно, этот человек, Рафаэль Кобяков, за все время своей деятельности своровал десятки миллионов рублей. В своих чатах Рафаэль не раз хвастался своими доходами и показывал балансы в Киви-кошельке. Например, здесь. Всего лишь за три дня этот человек своровал 2,5 миллиона рублей. Многие ютуберы пиарили этого мошенника, потому что у них не было выбора. Он писал им лично и предлагал сотрудничество. «Добавляешь меня в друзья, помогаю с картами. Пиаришь меня, делаю это бесплатно. А если откажешься, я солью твои личные данные». Я, отец Евген, оказался именно тем человеком, который отказался его рекламировать. И он мгновенно слил мои данные в сеть. Паспорт, прописку, ИНН, телефон, а также личные данные моих родственников. Помимо воровства и продажи карт, Рафаэль занимается продажей личных данных. За кругленькую сумму он сливает любые данные. Пробивает он их через различные базы, которые, вероятнее всего, скупает в Даркнете. После того, как эта мразь слила мои данные, он решил пойти дальше. И слил в сеть личный номер моей бабушки. Мгновенно ей начали писать и звонить сотни человек с угрозами и оскорблениями. Моей бабушке почти 70 лет. И этот выродок заставляет ее сегодня терпеть издевательства от сотни неадекватных школьников. Рафаэль это мразь, в которой нет ничего святого. Помимо моих данных, он также слил в сеть данные еще одного ютубера, Смайла. Он скинул в сеть адрес его прописки и место жительства. А также абсолютно все данные его всех родственников. Родителей, брата, сестры. И прямо сейчас этот выродок угрожает другим ютуберам. Он пытается их запугать и обещает сделать с ними все то же самое. Прямо сейчас я призываю каждого, кто видит этот ролик, принять участие в том, чтобы этого мошенника поймали правоохранительные органы. Я прошу вас перейти по ссылке в описании в мой телеграм-канал и написать от своего имени заявление в МВД. Даже если вы не являетесь жителем России. В телеграме в закрепленном сообщении лежит подробная инструкция о том, как это сделать. И лежат все материалы, которые нужно будет прикрепить к вашему заявлению. Скриншоты переписок, доказательства сливов, воровства и продаж. Все это есть там. Пожалуйста, не будьте равнодушны. Прямо сейчас под угрозой слива находятся десятки ваших любимых ютуберов. Прямо сейчас десятки тысяч людей теряют свои деньги из-за того, что какой-то пиздюк продает их банковские карты. Также в комментариях к этому видео я прошу вас оставить имена и никнеймы ютуберов и тиктокеров, которые занимались рекламой данного персонажа и его магазина. Эти люди должны точно так же, как и он, быть наказаны. Я призываю каждого человека отписаться от этих мразей. Потому что они соучастники преступления. И они не заслуживают ни одного своего подписчика. На вашем экране прямо сейчас личный номер Рафаэля, с которого он общался со своими близкими друзьями в WhatsApp. Его точно так же я прошу вас прикрепить к материалам своего заявления в МВД. Из полученной мной информации о нем я также узнал, что его возможное настоящее имя Аман. Он житель Казахстана. Из общения с его друзьями я знаю, что он живет именно в этой стране. Он казах. Также у меня имеется его игровой ID во Free Fire. И он у вас на экране. Через него мы можем попробовать пробить его настоящие, не фейковые данные через комьюнити менеджеров игры. Поверьте мне на слово, что информации, которая у нас прямо сейчас есть на руках, вполне хватит, чтобы этот мошенник был найден правоохранительными органами и чтобы он получил по заслугам. Поэтому я прошу каждого из вас не проявлять к нему сочувствия и помочь в распространении материала о нем. Если кому-то из вас эту мразь жалко, вспомните мою бабушку, которую прямо сейчас донимают звонками. Вспомните Смайла и его родственников, данные которых без какого-либо стеснения слили в сеть. Вспомните других ютуберов, которых могут слить уже завтра. В конце концов, вспомните десятки тысяч людей, чьи деньги были украдены с их банковских карт. Кто-то из этих людей не оплатил ипотеку. Кто-то не заплатил за кредит. Кто-то, возможно, откладывал деньги на отдых, но на него не поехал. А кто-то откладывал все до копейки на операцию для своих родных. Но однажды их деньги были украдены этой мразью, и их личные данные были проданы таким же мразям, как он. Эти животные не заслуживают сочувствия. Я призываю каждого из вас распространить это видео. А также перейти в телеграм-канал и написать на этого человека заявление в МВД. Он и все его соучастники должны быть пойманы и наказаны. И пользуясь случаем, я хочу обратиться к каждому человеку, который покупал у этого животного те самые карты для доната. И к людям, которые этого животного пиарят. Знайте, что вы точно такие же мрази, как он. И я очень надеюсь, что ваша совесть будет мучить вас еще очень и очень долго. И однажды вас и ваших родных точно так же сольют. И, конечно же, обкрадут до нитки. Загребанные алмазики в мобильной игре.